Мы с вами, наверное, подведем маленький итог прожитых дней наших в этом рождественском посту и поговорим, как правильно подготовиться к самому празднику Рождества Христова. В начале поста мы говорили о исповеди, о святом причастии, о посте, и многие из нас, слава Богу, с Божьей помощью несут этот пост не только телесный, но и духовный в радости своего сердца и в радости Господней. И мне хочется напомнить нам, что у нас еще есть время, чтобы прийти в Храм Божий, чтобы побыть на исповеди, чтобы причаститься к святых христовых тайн тела и крови Господней, чтобы стать сопричастниками вечной жизни. И вот, дорогие мои, наверное, не всегда у нас такая бывает возможность позаботиться о своей душе, потому что телесные наши заботы всегда тяготят над Духом. Давайте в эти последние дни, мы в эту седмицу постараемся больше общаться с Богом в молитве, в молитве, в простом разговоре, с простой молитвой, с молитвой Отче наш, которую дал нам Господь, и которой Он нам раскрывает великую тайну спасения, спасения человеческого. Мне хочется, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами, вступая в дни светлого Рождества Христова, вступили в их с радостью. Не только приготовили бы свои жилища и приготовили бы пищу для нашего тела, но приготовили и душу, чтобы воспринять Христа, воспринять Его Богомладенца, побыть мысленно хотя бы в Ифлиеме, у пещеры, где родился Христос. Принеси Ему дары, дары наших добрых дел, принеси Ему благодарность за прожитые наши годы, принеси покаяние и быть сопричастниками вечной жизни. Хотя Господь призывает нас всех в разное время. Вспомните евангельскую притчину. Одних Господь прислал в первый час, других в третий, иных призвал в шестой, в девятый, а иных и в последний час. И всем дал по динарию, всех наградил одинаково. Поэтому еще есть время, время, которое Церковь особо славит в эти предрождественские дни Господа нашего Иисуса Христа, Его причистую Божию Матерь. И призывает особо нас прийти в храмы Божии, возблагодарить Бога за прожитую жизнь, возблагодарить за Его благие деяния к нам. И я верю в то, что в милости Божией мы найдем с вами и время, и храм, в который мы пойдем, найдем священника, которому мы принесем исповедание наших грехов и станем сопричастниками тайн святого причащения тела и крови Господней. Пусть же Господь поможет каждому из нас найти свой путь к вечному младенцу Христу, родившемуся в Вифлееме, ради нашего спасения. Мира, добра вам и благополучия! Субтитры создавал DimaTorzok